Друзья, посмотрите, какие книги читает Демьян. Лев Толстой. Закладочки везде есть. Николай Некрасов. И цитатник бизнесмена, менеджера универсальный. Я понял тебя, молодец, молодец. Большая книга мудрости. Паспорт получил. Молодец. Но паспорт не будем показывать. Вот так вот покажем. Гражданин РФ. Я тоже получил паспорт. Большая книга славянской мудрости. Вот такой человек интересный. Да, Мотя? Тебе повезло, подружка. Тебе так повезло. Она вот спит на Димке на кровати. Димка ее не гоняет. Потому что она любит счастье у нас. Она без счастья жить не может. Это здорово. Это каждое животное. Она у нас любит счастье. О, это что, у меня есть ролик такой. Да я, Игорь, чехи и бокс обзадевался. Молодчага. Пошел на бокс, потому что крышу срывало. Хотел же пойти на дзюдо, но пошел на дзюдо, но там только дети, взрослые, группы не было. Вот так там резинки. Перчаточки 18-ти унцовые. У меня были 12-ти. Да, мне 18-ти. Ни хрена себе. Такие классные. На, победу. Конечно. Я даже не мерял 18-ти. Ух ты. Он битики у меня такие хлопчатые. Хорошие перчатки. Офигенные. Супер. Это не мог купить такие пацаны там в спортмагазине в чешском, по-моему. Говорит, брат, сейчас я тебе закажу. Очень хороший перчаток. Да, подошел и заказал. Но, правда, так не дешево. И сколько стоили, если не секрет? Сколько? Брат, не помню уже. Не помню, сколько я задихотал. Ну, вот тогда не важно. Так, ну все. Что же есть? Начала вообще-то моя прогневать. Короче, я все сделал, Игорь. Потихоньку позолотал. Угу. Все пособирал. Оцинковку постягивал пол. На заклепке ее взял. Осталось ей чуть-чуть днище сделать. И руки закрыть. Бампер же вот сварил капитальный. Тут еще будут фары. И брызговики такие большие. Мерседес написано. Ха-ха-ха. Да. Короче, уже одни завтра должны приехать. Ну да. И фары я хочу сюда поставить. Это же Мерседес. Так, ну же ты сам взял. А потом грыжа, да? Так, грыжа вылезла, не поэтому уехала. Угу. Она вылезла. Сейчас я закрою. Мотя, Мотя, стоять. Мотя, иди сюда. Иди. Бабушки нету там. Так что давай. Ты дома на охране. Сейчас бабушка приедет. Как я тебя убью, да? И морда. И морда. Вот так вот, друзья. Я очень рад встретить своего друга. Безумно рад. И вы видите, что это за человек. Угу. Я бы, а ну, короче, начало рвать, крутить. Ну, уже новый я сварил там стоят. Угу. Следы от осколков. Да, вот эти ворота Демьян делал сам. Все сам. Золотые руки у человека. Я не вижу смысла брать ее пример. Мы можем жить намного лучше, чем та Европа. В тысячу раз. Сто процентов, согласен. И вообще. Я не знаю. Я там пробыл в Чехии. Европа, Европа. Франция-то вообще бабжатник. Да, согласен. Франция-то вообще такой бабжатник, что просто. Особенно если зайти где-то в ресторане, в туалет или в кафе. Это вообще просто, ну, куда это годится. На башне там что-то творится. Сколько там. Да, да, да. Они там Франция, Франция. Да, Хатюшник, и вся эта Франция. И что там такого нету в той Франции. Ну, не знаю. Вот лично к нам, вот где я работал на этом заводе. Ну, лично к нам к специалистам относились очень хорошо. Угу. Как бы там. Ну, были такие дюансы, но они незначительные, как бы. А так вообще все. Жилье давали бесплатно. Кормежка в столовых. Ну, борщ, конечно, по-цегански они такой не сделают, как я. Спор у них. Да, сто процентов. Они борщ, они его варят, потом на мясорубку пропускают. И вот такую кашу, это у них такой борщ. Да. Ну, а так, в общем, кормили неплохо нас там. Условия на заводе хорошие. Ну, как бы так все. Ну, а так все остальное, ничего там такого в той Европе нету. Что там было бы, чем супер восхищаться. У нас он мест красивых не хуже и не меньше, чем. У нас он одну в Россию объет, а в столько этой красоты. А гадюшника и в Европе хватает, как и везде. Ну, есть всякие места. Есть опрятные, там чистые, а есть такие, что страшно посмотреть. Пропагандируют всякую гадость. И нам сюда сомневаются. И голубые там за ручку ходят. Ну, вот я же об этом. Везде сплошь и рядом. Я об этом и говорю. Это охотник был, да, здесь? Ну, да. Погода сегодня полдня, туман непонятно, то морозь какая-то с неба сыпет. Сейчас солнышко вообще плохо. Они вот кричали, что бедная Россия, бедная Россия. Вот у нас дороги везде делают. Дороги делают. У нас вообще эти дороги, когда их в последний раз делали. И сколько техники, сколько машин. Ты только попробуй каждый КАМАЗ вот этот заправить. Ну, какая она бедная Россия. Ну, какая. А людей сколько работает. Районы новые построили. Да. Ну, да, города еще работы много. Конечно. А что тут за год? За год и так сделано. Да, еще год не прошел. Да, еще год не прошел. Начали где-то, я думаю, с июня или июля месяца, по-моему, прошлого года. А сейчас апрель месяц, начало апреля. Конечно. Десять месяцев прошло всего-то. С 14-го года я развивал 8 бизнесов. И все печально кончились. Потому что вот эти государственные схемы людям ничего не давали развиваться. Да. Друзья, для тех, кто говорил, почему мало людей, машин нет в городе. Сами все видите. Здесь без комментариев. Так как это где-то люди? Тут людей очень много. Ну, просто есть, да. Бывает, пишут такие комментаторы. А потом обижаются, когда я им отвечаю. Прямо и откровенно. Все есть, и люди есть, и люди возвращаются, и квартиры дают людям, те, которые потеряли. Деньги уже выплачивают, друзья. Сегодня я получил денежку, был на почте за ущерб. Там еще социальные можно оформлять. Нужно как бы оформить ежемесячно тоже. Там несколько тысяч каждый месяц рублей. Они не лишние. Пришел на почту, очереди не было вообще. С утра есть очереди. В основном, лишь по той причине, что люди перед работой, все хотят быстро успеть. И там собирается много людей. Но после 10-9 часов утра, очередь все меньше и меньше. И вот я приехал к часу, вообще никого не было. Я просто зашел, одни работники. Правда, после меня там еще пару человек зашли. За мной же сразу. Это мы сейчас свернули со строителей на Урицкого. Я снимал для вас, друзья, эту улицу с высоты птичьего полета. Есть видео. Кто не смотрел, рекомендую посмотреть. Это школа номер 53. Здесь я учился. Она восстанавливается. И уже дети ходят. Уже ходят в школу. Уже ходят в школу. Отсюда видно крыши новых домов, новостроек, которые я для вас снимал недавно. И не заберете недорого? Ну, 10, 5. Но морковка просто бомба, если. Ну, давайте договоримся, почем. 100 рублей подойдет. Но морковка классная. Именно корейка. И вот эта, что соково отдалась, там все. Возьмите 5. У вас найдется это? Давайте мы сейчас приезжем сюда ее. Вы ее попробуйте. Я возьму перчатки и разберемся эту. Сюда в ведерочко, сколько войдет? Очень вкусная. Вау. Игорь, как тебе? Очень. Вот сюда сколько влезет? Супер. Игорь, я ее просто делаю по-настоящему. Вот и все. Я ее не делаю так, как в интернете. В интернете настоящего рецепта нет, брат. Девчонки, вам рассульчик удалить? Да, да. Иринка, если что, мы сработаемся вдруг, я тебе буду делать обалденную. Хорошо. Спасибо большое. Вам спасибо тоже. Девчонки, вы, короче, это, сводите, если что. Я буду вам делать лично для вас. Ты телефон оставил? Да, телефон вам написать. Телефон оттапный? Да. И если у вас одинокие подруги, они тоже пусть звонят. У меня 4 месяца девчонку не целовал. А уже кипит все внутри. Плюс 7 949, да. Девочки, целую, обдеваю крепко. Игорь, погнали. Игорь, а морковка ж по-корейски, это ж не корейская. Это у нас, и она срок. Нет, это я узнал, когда начал читать литературу, перерыл весь интернет. Морковка по-корейски, она национальное блюдо, их вообще не является. Не является, да, да. Она родилась у нас здесь в 90-е годы. А почему это была просто морковка, а почему по-корейски? Потому что ее делали корейцы. Морковка по-корейски. Вообще такого блюда одету, да, вот, ну, нет. Кореи. Кореи его нету, это не считается их национальным блюдом, как все думают. Я же тебе не договорит, да я вот это же давал корейке 2000 долларов, она мне рецепт ни в какую. И я потом пошел на голодание двухнедельное. Ух ты, молодец. Да, пошел на голодание, потом вышел, у меня все тут поочищалось. И я начал этот самый работать, работать, искать эти вкусы, пробовать. И мы с мамкой ее там вообще вычислили, как она делается. Я тебе что хочу сказать, ни в интернете, ни в книге настоящего рецепта ты не найдешь. И никогда кореец тебе не расскажет, как ее делать. Вернулись на проспект строителей. Здесь рынок космос. Дорогу перекрыли, потому что ремонтируют. Есть со свининой у них шаурба, а есть курица. Какую скажешь, такую и будем. Я возьму. Ну давайте, со свининой нам две. Я возьму. Дима, пожалуйста. Я возьму. Только сделайте нам вкусненькую, хорошо? То, брат приехал с этого. Нет, соуса нам побольше этих овощей. И мясо. И мясо. Ну конечно, мы же божики, нам же надо белую краску красивым девочкам дарить. Чтоб это крепкое лицо было хорошее. А это вам босяцкий подводчика, дебочика. А дебочика и Игорька. Еду в менты, я задавливаю, брат, а что это такое? Танк, говорю. Я говорю, ну не танк, а где я возьму, дадим, сейчас новый бампер, говорю. Я говорю, у меня и сзади, говорю, посмотрите, как глянули. 14 тысяч виллер. О, что, за тон ступенька. Я его сейчас покрашу, добавлю туда дополнительные пары. Кину туда брызговички с надписью «Мерседес». Они завтра уже должны прийти. Красава. Вообще, снизу деньги еще там задело, и вообще будет сказка. И нержавейки, кусок это вырежу туда «Мерседес». Значит, все нержавейки поставлю, полерну его чуть-чуть. И все будет бомба. Спасибо большое. Бери, все, ты можешь и тут пойти. Ну, давай здесь, чтобы не вымазаться в машине, не сидеть, не заляпаться. А ну, покажи. Руки, приятно. Видите, а что? Не домашние, а пирожки. Ну, не подожди, пожалуйста. Поголодный тебе. Есть? Возьми. Спасибо, брат. Всего доброго тебе. Шашлык вкусный. В целом, неплохо, друзья. Размер шаурмы хороший. Она сытная очень, да? Да, не маленькая. Немаленькая. Итак, наш вердикт. Какая шаурма? Какой? Отличная шаурма, друзья. 250 рублей. Друзья, шаурма вкуснейшая. Если честно, по Мариуполю я впервые попробовал такую вкусную шаурму. Продолжаем параллельно также обзор города. Друзья, как видите, по строителей полностью меняется дорога. Сейчас мы поворачиваем в сторону 17 рынка. С левой стороны 27 школа. Дети уже ходят в школу, уже учатся. Давайте номер. Плюс 7 949. Это вот в Кирилловке я работал. Там тоже столкнулся с шефом с такой же самой проблемой. Проблема в чем? Значит, он приезжает, говорит, по чем будем плов продать? Я говорю, ну где-то гривен 150-200 за прус. Он говорит, ого. Я говорю, а что, будешь будем плов продавать? Кашу-малашу. Да не, ну мы такое не подходят. Мы, ну, думаем, рублей 40 там продавать. Я говорю, короче, это не ваши проблемы. Ваша задача дать мне место. И чтобы меня никто не трогал. Потому что я не люблю нервничать во время приготовления блюд. Все такое делают как бы. Ну и что ты думаешь? Все туда-сюда начали работать. Все ему понравилось. Он потом начал мясо где подсовывать. Я говорю, Иваныч, нет. Либо выедем утром, закупаем мясо. Все остальное. И этот самый. И даем людям такое, как дадо. Либо я собираю, вот сейчас гружу в машину все свои печи, казады и тю-тю. Или я тут работу себе вообще всегда найду. Да, да. Это твое место, конечно. У других людей. Я говорю, приехал сюда заработать. А где заливаться детским садиком, как бы. Ну все такое вот. Ну и что ты думаешь? Он это самое. И потом, говорит, хорошо. Все, что скажешь, я буду делать. Так, мы в тот год, вот это его кафе такое, собачья будка, оно три года давало убытки. Они там не могли его даже вывести на уровень их хотя бы полмиллиона. А у них оборот залито был 450-370 тысяч. Залито, что это за оборот? Да, это ничего. Я в первый год приехал, бигал, миллион. Ты туда не один раз ездил, я понял. Да, я туда два раза ездил. Миллион. За лето. Так это я первый год приехал, за лето, да. Когда ты где-то правильно подходишь, то оно и правильно будет идти. А если вот так вот проходим, то проделай то, а оно все идет. Новая дорога на бульваре Шевченко. Блиты уже подняли, все старые, советские. С левой стороны дорогу еще делают. Ну и здесь, конечно, здесь еще бордюры в процессе. Итак, друзья, сегодня я познакомил вас со своим другом Демьяном. Вы сами все видели и слышали. Полдня с ним прокатался. Всем мира и добра. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok